2021 год, как известно, был объявлен годом Владимира Ивановича Даля. Мы живем на родине великого человека, великого во всех ипостасях, и его образ жизни, и его дела, и круг его знакомых. Все говорит о том, что это был человек незаурядный, и мы должны гордиться тем, что живем на родине этого великого человека. Я хотел бы коснуться трех моментов из жизни Владимира Ивановича Даля. Ну, первый момент. То, что по основной профессии он врач, это всем хорошо известно. Он закончил Дербский университет, стал врачом, лечил больных, оперировал. Кстати говоря, он провел по свидетельству современников более 30 операций катаракты, и все успешные. То есть основная его работа – это врач. Но в молодые годы у него была потребность и способности к учительствованию. Он преподавал молодым людям соответствующие предметы по филологии. И это его как бы вторая ипостась. То есть он фактически еще и учитель. Это его как бы вторая сторона его деятельности. Но что касается третьей стороны, тут немножко нужно предысторию сказать. Владимир Иванович Даль, как врач во время русско-турецкой кампании военной, был на фронте, лечил наших раненых бойцов. И после окончания этой кампании, буквально через 2-3 года, началась другая военная кампания. Это война с Польшей. Опять военврач Даль участвовал в этих вот печальных событиях драматических. И вот так случилось в один момент, что подразделение, где служил Владимир Иванович, получило задание. Это подразделение остановилось у берега Вислы в Польше, и надо было срочно перебросить на другой берег наших бойцов, со снаряжением. Но сделать это надо было быстро, и так, чтобы после того, как это закончится, процедура, моста не стало. То есть его надо было убрать. Естественно, все это надо было делать быстро, поскольку военные действия не прекращались со стороны Польши. И вот Владимир Иванович Даль предложил командованию подразделения, где он служил, сделать понтонный мост. То есть собрать из понтонов такую вот, как бы, цепочку, соединенную канатами. И это все сработало, это все сделали, бойцы сделали, переправились на ту сторону, и дальше несколькими ударами сабли он разрушил этот мост, разрубив соединяемые эти понтоны канаты. Что удивительно, его начальство медицинское делало ему выговор за то, что он якобы отвлекался от своей основной деятельности, хотя это было на самом деле, конечно, не так, никогда он основную деятельность свою не ставил на второе место. А его военное руководство, его подразделение, представило его к награде и указом Николая I, императора России, он был награжден орденом святого Владимира. Вот, как видите, даже в те времена бюрократия тоже работала. Одно начальство отругало, второе начальство наградило. То есть, что я хотел сказать этим эпизодом? У него была еще и склонность к инженерному мышлению. Он умел это делать и качественно делал, хотя это было, конечно, уже не первоочередным его занятием. То есть, у него как бы три ипостаси было заложено в его способностях. Это врач, учитель и инженер. Ну, как известно, Донбасс сам появился, по указу Екатерины, с разработки угольных составляющих нашей земли. И когда мы начали это производство разрабатывать, появились денежные средства от продажи. Здесь стала развиваться промышленность. Это разработка и проектирование машин для металлообработки, для литейного производства, чугун стали плавить. Затем появилось локомотивостроение, затем появилась возможность и необходимость проектирования оборудования для химического производства. То есть, основой нашего края всегда была промышленность. Она давала средства и для медицины, и для культуры, и для развития юридического сопровождения всего производства, и для социальной сферы. И все это требовало денег, которые, повторяю, могли поступать от производства промышленного, которое было здесь налажено. Но, казалось бы, если это так важно, производство, то как быть вот сейчас, в наше время? Ведь, ну, я думаю, все вы понимаете, что подготовка инженера – это довольно сложная процедура, которая требует минимум пять лет. Минимум. Возникает вопрос, откуда кадры брать для производства вот этих вот технических всех изделий, если инженеры требуются вот здесь и сейчас? Да, первое время, конечно, к нам приезжали сначала из территории России, а потом из дальних уголков Советского Союза специалисты. А затем у нас примерно сто лет назад, в 1920 году, был организован вечерний факультет один, маленький, техникум, который преобразовался в машиностроительный институт и который сейчас стал Далевским университетом. Ну, полное название – это Луганский государственный университет имени Владимира Даля. Возникает вопрос, а как быть с уровнем преподавательского состава, кадры, которые готовит этот ВУЗ, сейчас это Далевский университет, а раньше машиностроительный институт, удовлетворяет ли он запросам сегодняшнего дня и будущих дней, будущей перспективы? Ну, я могу сказать так. Так, много можно привести доказательств тому, что кадровый состав нашего ВУЗа Далевского очень-очень высокий. Вы, наверное, многие знаете, есть у нас в городе улица Павла Сороки. Кто такой Павел Сорока? Это выпускник Харьковского политехнического института, был направлен сюда и стал руководителем, директором паровозостроительного завода имени Октябрьской революции. Ну, как всякий приезжий человек, он, как вы понимаете, первое время немножко ревниво относился к выпускникам нашего ВУЗа. Почему? Потому что сюда же были направлены и регулярно направлялись, так было положено, было такое правило. И выпускники других ВУЗов из Харькова, из того же Днепропетровска и других центров таких промышленно развитых. И вот по прошествии определенного времени он убедился, что наши выпускники, которые стали работать на заводе конструкторами, технологами, вполне достойные конкуренты, приезжим специалистам. И он как-то заявил даже, что руководству города, что нам не стоит ориентироваться на приезжих. У нас есть свой институт, который готовит вполне достойные кадры инженерные. Я вам скажу, из уст харьковчанина это дорогого стоит. Можно привести другие примеры. Ну вот, например, я скажу из своей личной биографии. В советские времена мы регулярно направлялись на стажировку в ведущие ВУЗы нашей страны, тогда Советского Союза. Я трижды был на повышении квалификации, или как мы называли, на стажировке, в МВТ Умени Баумана в Москве. Мы слушали корифеев инженерного дела, выполняли задания, которые они просматривали, оценивали. И я убедился, что уровень нашей подготовки, ну, моей лично тоже, и моих коллег, которые были вместе со мной там из нашего ВУЗа, очень-очень достойный и ни в коем случае не уступает тем, кто приехал из Сибири, из Урала, из Дальнего Востока, из Центра России. То есть там проходили стажировки люди от Калининграда до Владивостока, и можно было с чем-то сравнить. Дальше, следующий пример, это уже вот наши годы, в 2000-е. Я неоднократно встречался с выпускниками нашими, бывшими нашего ВУЗа, и вот один из них мне говорит, я сейчас в Москве, я интересуюсь, а знаю, что он уже закончил наш ВУЗ. Я интересуюсь, в качестве кого? Я в Москве в Станкине, а Станкин – это ведущая организация по производству металлорежущего оборудования. Я говорю, в качестве кого? Я в магистратуре. Ну, я вот сказал ему так, в фресе спросил, вот по-честному вот скажите мне, как вы чувствуете себя в сравнении с москвичами, которые в основном ведь там местные в магистратуре, тем более, такого вот ВУЗа, такой организации научно-учебной? Он говорит, вы знаете, прекрасно, я даже некоторым своим коллегам по учебе, москвичам, даже помогал задания делать. Далее, наши выпускники работают, ну так судьба у них сложилась, и в России, и в дальнем зарубежье, и прекрасно себя зарекомендовали. Ну, не говоря уже о том, что у нас в Далевском университете выпускники наши работают с заведующими кафедрами, деканами, два проректора, которые у нас работают, доктора наук, профессора, это тоже выпускники нашего ВУЗа. Поэтому я хочу сказать, что мы вполне можем и делали это, и будем делать работу на уровне, достойным того, чтобы наша промышленность возродилась и достигла не только до военных времен, но и пошла дальше уже в ногу со временем. Конечно, не надо скрывать того, что сейчас сложные времена, сложные во всех отношениях. Наша республика пока еще не признана юридически мировым сообществом. Имеется блокада и экономическая, и политическая, и военная. Тем не менее, наш ВУЗ, Далевский университет, готовит инженерные кадры, зная, что мы уже на подходе к новому этапу нашей жизни. Мы будем в составе Российской Федерации. И вот когда мы войдем в состав Российской Федерации, и с нами будет возможность заключать контракты, появится возможность и необходимость использования дополнительных инженерных кадров. А инженерные кадры невозможно подготовить рощерком, приказом, или там министра, направить на завод 20 инженеров, на такой завод, допустим, направить там 50 инженеров, для того, чтобы расширить производство, или там подготовить базу для, кадровую для производства какого-то оборудования. У нас очень квалифицированный состав преподавателей. мы готовим специалистов по многим техническим направлениям. Это и технологии машиностроения, это металлоревшие станки, это оборудование для сварочного и производства, и литейного производства, это оборудование для электротехнической отрасли, и так далее, и так далее. Хотя, конечно, в Далевском университете у нас есть и ряд направлений гуманитарного, так сказать, характера. Это экономисты, это подготовка специалистов по управленческому направлению и другие. Но, повторяю, все-таки основа – это производство инженерное. Ну, представьте себе такую картину. Великолепное здание, прекрасные стены, пилястры, колоннады, контрфорсы, ротонды, ну, глаз не оторвешь, красавец стоит, дом, здание, но стоит на земле. Что с ним будет? Ну, во-первых, его могут даже не достроить, он пойдет трещать и рассыпется скоро. Почему? Нет фундамента. Фундамент у нас на Луганщине – это промышленность, а значит, инженерные кадры. И вот этот фундамент мы сейчас должны не терять, а готовить, потому что придет время, а оно неизбежно будет, когда мы станем частью нашей великой России, и тогда договора, которые с нами начнут заключать зарубежье, ближнее и дальнее, потребует и новых направлений технической в инженерных кадрах, и то, что делает сейчас Далевский университет, будет очень-очень востребовано. Нет сомнения в том, что с помощью наших специалистов и благодаря помощи России мы не только восстановим уровень нашей жизни, который был до военного времени и особенно до распада Советского Союза, но и сможем идти дальше, вновь со временем. У нас для этого есть все возможности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова